Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Я вам расскажу про роль зрения у человека, как его сохранить и как за счёт него повысить работоспособность и улучшить функционирование организма. Глаза — это один из самых важных органов человека, это наш оптический прибор, а зрение — наш ориентир в окружающей среде. Орган зрения — также самый важный орган чувств человека, ведь до 90% всей информации из окружающей среды мы получаем именно через глаза. Две трети нашей жизни глаза открыты и работают непрерывно и передают информацию в головной мозг. Мозг эту информацию перерабатывает, и тогда мы действуем, думаем и принимаем решения. Согласно американским исследованиям, у человека появляется до 60 тысяч мыслей ежедневно, и также мы принимаем тысячи решений. То есть благодаря зрению мы принимаем решения, что будем делать, куда пойдём, с кем встретимся, распознаём потенциал в чём-то, в бизнесе подписываем важные контракты, а также принимаем жизненно важные решения. Но, к несчастью, у наших глаз нет натуральной защиты, нет натуральной физиологической защиты, а они постоянно подвергаются внешним факторам, негативному влиянию внешних факторов. И эти факторы у нас понижают работоспособность, портят наше зрение, а также усложняют функционирование нашего мозга. Давайте посмотрим, какие же есть угрозы для наших глаз. Ну, прежде всего, солнечный свет, ультрафиолетовые лучи и интенсивный свет любой длины волны. Длительное воздействие ультрафиолетовых лучей вредно для глаз и может вызвать осложнения, включая катаракту, дегенерацию жёлтого пятна и фотокератит. Это может всё привести к временной потере зрения. Также интенсивные лучи солнечного света портят остроту нашего зрения, глаза больше напрягаются, и изображение становится более размытым. Одна из главных угроз современного человека является синий свет, который излучают, допустим, цифровые устройства. По статистике, люди ежедневно, большинство из нас пользуются от 6 до 9 часов цифровой техникой. Всего лишь 1% не пользуются ей каждый день. Даже уже дети, у которых хрусталик самый чувствительный, пользуются более 2 часов в день электронной техникой, смотрят свои любимые мультики на телевизоре, играют в свои игры на телефоне и что-то делают на планшете, а у них хрусталик настолько чувствителен, что он впитывает до 10 раз больше синего света, чем хрусталик взрослого человека. Мы инвестируем большие деньги в электронные устройства с высокими параметрами, но забываем про защиту наших глаз. А потом мы удивляемся, почему у нас портится зрение, почему мы так быстро устаем перед компьютером, а ночью не можем спать. Синий свет также подавляет выработку мелатонина, это жизненно важный гормон, который у нас отвечает за крепкое здоровье, за качественный сон, замедляет старение и понижает сахар и галлистерин в крови. Чарльз Чейслер, американский ученый, физиолог, много лет исследовал, как свет влияет на наши циркадные ритмы, и он доказал, что синий свет, а даже комнатное освещение нарушает циркадные ритмы человека, его сон, и подавляет выработку мелатонина, между прочим, и у слепых людей тоже, так как в глазу человека имеется фотопигмент меланопсин, который отвечает за регуляцию циркадных ритмов, а не имеет никакого отношения к зрению. Именно этот пигмент особенно чувствителен к синему свету. У людей, которые подвергаются воздействию синего света, также вырабатывается, повышается выработка кортизола, гормона стресса. Хватит всего 60 минут перед, допустим, компьютером, чтобы у нас повысилась выработка кортизола, и тогда мы чувствуем настороженность, мы чувствуем раздражительность, ослабляется наше внимание, концентрация, мы становимся более нервными. Только вспомните, как сложно оторвать подростка от компьютера, а при этом он еще и нервный, спать ночью не хочет, а также утром испытывает сложности с подъемом. Стресс нас убивает, стресс нас исчерпывает и вызывает многие болезни. Я уверен, что все, кто смотрит это видео, еще ни один человек не скажет, что у него все хорошо, что он хорошо спит, что он не испытывает стресс, что он хорошо видит, что у него регулированные циркадные ритмы, что он не хочет замедлить старение, что он доволен своей работоспособностью, и что у него глаза не устают и не болят от солнечного света и синего света. Уважаемые дамы и господа, все мы нуждаемся в продукте, который улучшит функционирование всех этих подпунктов. Итак, желаю вам представить Цептер Гиперлайт очки. Это продукт, которым нуждаются все. Он создан для всех, для детей и взрослых, любого возраста, любого статуса, в любых обстоятельствах. Поддержите свое здоровье и функционирование организма на квантовом уровне. С Цептер Гиперлайт очками, которые образуют специальный гипергармонизированный свет, улучшат ваше функционирование, и вы сможете видеть больше, думать быстрее, чувствовать себя лучше и действовать наилучшим образом. Цептер Гиперлайт очки это новый взгляд на мир, это лучший взгляд на мир. Они содержат молекулы фуллерена, это желтый оценок фуллерен, молекула фуллерена была открыта в прошлом веке, и это открытие было удостоено Нобелевской премии. У молекулы фуллерена идеальная структура, идеальная симметрия по форме, напоминающей футбольный мячик, и она постоянно вращается в 18 миллиардов раз в секунду. И когда свет попадает на наши очки, образуется гипергармонизированный свет, а он обладает той же энергетической структурой, что и 85% здоровой биомолекул в нашем организме. А из-за различных факторов эти биомолекулы ослабевают и нарушается их здоровое состояние. Но благодаря гипергармонизированному свету, который несет информацию и энергию, и у которого идеальная структура, он эти биомолекулы восстанавливает и помогает им привести себя в порядок и вернуться в естественное здоровое состояние. Давайте я вам быстренько расскажу, как работают фуллереновые линзы. Когда свет проходит через наши линзы, фотоны света входят в взаимодействие с молекулами фуллерена и приобретают его идеальную структуру, в результате чего свет становится гипергармонизированным. Его фотоны четко выстраиваются в четком порядке и происходит идеальная гармонизированная структура так называемые тороиды Тесла в соответствии с законом Фибоначчи. Именно такой свет полезен для глаз и нервной системы. Ведь глаза — это часть головного мозга. Желаю вам передать свежие новости прямиком из Голландии. Госпожа Лапушанский, директор Биотру Голландии, провела исследование со своей командой с использованием метода доктора Питера Манделлы. Этот метод заключается в том, что они фотографируют электромагнитное поле человека. Приняло участие 15 людей, им дали цептер гиперлайт очки, они их надели, и спустя 20 минут у них наблюдалось усиление электромагнитного поля и распределение энергии в организме и особенно в органы, где наблюдался дефицит энергии. Также наблюдалось движение энергии в легких и лимфатической системе, которая отвечает за иммунную систему. То есть мы приходим к выводу, что гипергармонизированный свет, который образует наши очки, влияет на нашу иммунную систему, помогает ей восстановиться и стать крепче, а также восстанавливает и регулирует все физиологические процессы в нашем организме на квантовом уровне. Это одно из свойств наших очков. Давайте посмотрим, какие еще у нас свойства. Ну, во-первых, очки, линзы с фуллеренами блокируют ультрафиолетовые лучи, вредные лучи света, а также эти интенсивные лучи света преобразуют в более мягкие и комфортные для нашего глаза лучи света спектра красного, зеленого и желтого. И вы на улице сможете расслабиться и смотреть, любоваться природой, окружающим миром. У вас глаза не будут болеть, не будут напрягаться. Также улучшится ваше зрение, изображение станет более четким, цвета будут более теплые и вы уже не должны бояться ни комнатного освещения, ни синего света, который излучает цифровые устройства. Глаза не будут болеть, не будут напрягаться, не будет помех и дискомфорта, нету, не будет режущего света и, конечно, не будете испытывать усталость, боль головы и работа перед компьютером и, в общем, будет намного легче и проще. И улучшаются ваши когнитивные способности, повышается концентрация, улучшается память и повысится работоспособность и производительность. И вы тогда будете думать быстрее, будете принимать верные решения, что очень важно в бизнесе и личной жизни. Также регулируется и оптимизируется выработка гормонов в вашем организме за счет гипергармонизированного света. Во-первых, повысится выработка мелатонина, это очень важный гормон, про который мы говорили, который вам обеспечит крепкое здоровье, качественный сон и другое. Также повысится выработка дофамина и серотонина, которые гормоны радости, счастья, чтобы у вас всегда было хорошее настроение, и вы себя всегда хорошо чувствовали. И понижается выработка кортизола, гормона стресса, и вы уже не будете чувствовать это нервное состояние и настороженность. А также у наших очков потрясающий дизайн Made in Italy, чтобы всегда классно, стильно и профессионально выглядеть, неважно вы на бизнес-встрече или на встрече со своими знакомыми и друзьями. Тесла очки это продукт успешного человека, это продукт современного человека, это продукт человека, который думает о своем здоровье. Также под конец я бы желал вам сказать мнение моего клуб-консультанта, который приобрел наши очки. Я вас просил, чтобы он поделился своим мнением, опытом. Он сказал, что с очками Цептер Гиперлайт у него более веселый взгляд на мир, так он это и сказал. И что ему нравятся цвета, которые он видит от окружающего мира, что они более мягкие, более теплые. А также желаю вам сказать мой личный опыт. Я каждый день работаю много перед компьютером, много заданий, много обязанностей. И эти очки мне помогают лучше сконцентрироваться, сфокусироваться на задании. И мне синий свет не мешает и не режет глаза. А также у меня не появляется боль глаз, головная боль. А вечером я спокойный и хочу спать, что подозреваю, значит, что у меня правильно выработался мелатонин. Я очень довольный этими очками и желаю всем вам пользоваться ими, передать все информации, которые вы слышали сегодня на моей презентации. Желаю вам много удачи и здоровья. Всего вам хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok